Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT Doctor. В этом видео мы рассмотрим, что же нам дает PHP MyAdmin, какие возможности и посмотрим, как можно создавать нового пользователя, который будет управлять базами данных через PHP MyAdmin. Потому что здесь могут быть также разные пользователи, администраторы или другие пользователи, которые имеют те или иные права. Для начала посмотрим на вот этот вот список. Это те действия, которые мы можем делать через PHP MyAdmin. То есть просматривать, создавать, редактировать и удалять пользователей, которых мы будем сейчас рассматривать, базы данных, таблицы в базе, записи в таблице. Также мы можем импортировать и экспортировать базы данных, таблицы и все, что к ним полагается. Искать какую-то информацию, администрировать базы данных. Также здесь не указаны возможности работы с SQL-запросами через PHP MyAdmin. И это довольно удобно, потому что PHP MyAdmin предоставляет нам дополнительные подсказки. Если мы что-то не совсем помним из SQL, нам, конечно же, будет намного проще с этим разобраться, потому что есть удобные дополнительные подсказки именно по языку SQL. Теперь давайте рассмотрим пользователей. Посмотрим, какой у нас сейчас пользователь там зарегистрирован. И, в принципе, можно даже создать нового пользователя, если необходимо. Но мы, конечно же, будем пользоваться самым главным администратором, который может делать все действия. И у него нет никаких ограничений. Давайте откроем PHP MyAdmin. Вы уже знаете, как это сделать на локальном сервере. И здесь у нас есть такая вкладка «Учетные записи пользователей». Как вы видите, сейчас у нас два пользователя. Первый – это root, через который мы заходили. Пароля у него нет. И все привилегии, то есть он может делать любые действия. И есть еще один пользователь – MySQL. У него установлен какой-то пароль. И вот такие вот действия нам доступны. Вы пока что сильно не задумывайтесь, что это. Это команды из SQL, которые может выполнять этот пользователь. Поэтому здесь указано, что он может выполнять только вот такие вот команды. И все остальные, если он захочет сделать, ему будет отказано в доступе. Здесь мы можем добавлять нового пользователя. Например, если вы нажмете, то вы видите, здесь можно указывать имя пользователя. Имя хоста здесь оставляем таким, какое оно есть. Можете указать пароль, подтверждение пароля. Далее у нас идут сами привилегии, которые нас и интересуют. То есть данные, структура и администрирование. Что это означает на практике? Первая группа «Данные» позволяет нам управлять именно записями в таблицах. То есть выбирать какие-то записи, добавлять новые, изменять и удалять. Как вы видите из этих названий, в принципе, достаточно понятно, что они означают на английском языке написаны. Это команды SQL. Структура. Эти привилегии позволяют нам изменять структуру самих баз данных. То есть добавлять новые таблицы, удалять таблицы, добавлять связи между таблицами, устанавливать индексы и многое другое. Сейчас здесь можно сильно не углубляться, потому что будет очень много непонятностей. И самое высшее привилегия – это администрирование. То есть именно уже управлять базами данных. Здесь такие команды, которые нужны администраторам. Но мы, в принципе, здесь вкратце рассмотрели, как пользователь создается. Нам, конечно же, создавать его не нужно, потому что у нас пользователь root, и у него есть все привилегии. То есть и на структуру, и на данные, и на администрирование. Поэтому мы им и пользуемся. Вот так вот мы можем управлять пользователями. Это вам может пригодиться в дальнейшем, если вдруг у вас будут и другие пользователи работать с вашей базой данных. Вы можете им ограничивать какие-то действия. Но в дальнейшем вы уже будете более полное представление об этом всем иметь. Какие привилегии стоит давать тем или иным людям, если это необходимо. А сейчас мы рассмотрели самые базовые понятия и как здесь в phpMyAdmin этими пользователями управлять. То есть есть специальная вкладка, и здесь все очень просто и наглядно можно изменять. Ну а на этом у меня все. Обязательно подписывайтесь на канал для поддержки его развития. Не забывайте оценивать видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы и делитесь этим видео с друзьями. До скорых встреч в следующих видео уроках.